Из семьи медиков юная Евгения и сама хотела стать врачом, но на первой же практике упала в обморок, не срослось. Второй вариант – военная инженерия, но девушек туда не брали. Победила любовь к естественным наукам и детям, которые их тоже любят. Дети, приходя на химию, всегда просят – покажите эксперименты, покажите опыты. Вот, наверное, она тем и хороша, что она экспериментальная наука, что в ней можно попробовать свои силы в руках, в голове, проверить и себя, и какие-то предметы, может быть, вещества. В нынешнее время слово «химия» ассоциируется в основном с вредными продуктами, и, как ни странно, специалист во всех этих формулах и составах выступает за изначальные натуральные элементы. У нас не давно было с ребятами спор, они говорят, что еда и продукты питания, связанные с ГМО, они именно призваны на благое дело, то есть накормить людей, которые голодны. Есть определенные доли опасности здесь, здесь очень много неизученного, неизведанного, искусственного, всегда во все времена было хуже натурального, то есть должен быть подлинник, а не копия. Учителем химии Евгения Олеговна работает уже 25 лет, как всякий нормальный человек, иногда устает, и в этом случае помогает навык, которому нужно постоянно учиться. Этот совет, который обычно даешь другим взять себя в руки, он здесь меньше всего срабатывает. То есть наступают периоды, когда ты сам себя уже просто в руки взять не можешь. Ну тогда приходится полагаться на что-то иное, то есть на природу, на общение с другими людьми, то есть переключаться. В минувшем учебном году Евгения Никулина подготовила очередного выпускника, получившего 100 баллов по ЕГЭ. Залог успеха – способность к упорной подготовке, вера в себя и любовь. Дети-стубальники – это, как правило, дети, которые с самого первого дня влюбились в эту науку, занимались ею не только на уроках, но и во внеурочное время в виде экспериментов, в виде проектов. Но главный успех учителя, по мнению Евгения Олеговны, вовсе не в количестве 100-бальников по ЕГЭ. А когда обычный ученик с привычным нигилизмом, ненавидящий химию, благодаря своим незаметным действиям, вдруг начинает интересоваться этой наукой, это и есть педагогические 100 баллов. Наталья Платонова, Рамель Аскаров, телерадиокомпания «Юганский». Редактор субтитров А.Семкин